Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Универсальный формат». Меня зовут Юлия Север. Как всегда, в 13.05 мы с вами говорим о каких-нибудь очень интересных вещах. Что ж, сегодня будем обсуждать следующее мероприятие. День физкультурника. Буквально совсем скоро ожидает наш город. Самара отметит этот праздник 9 августа. А вот сегодня в студии «Универсального формата» мы как раз и поговорим, что же ожидает нас на завтрашнем мероприятии. 202 11 22. Звоните, подключайтесь к беседе, задавайте свои вопросы. А быть может, вы участвовали в прошлом году, принимали, не знаю, участие в «Нефискультурнике», задавали нормы ГТО. Почему бы и нет? Звоните, рассказывайте о своих победах, о своих результатах. Нам тоже очень интересно. Может быть, вы хотите пойти в этом году и вас интересует что-то очень конкретное. Все это, пожалуйста, в прямом эфире «Универсального формата». Возможно, задавайте свои вопросы. Конечно же, также ожидается розыгрыш призов. Не пропустите, следите внимательно за эфиром. И тогда, возможно, этот приз, а именно билеты в кино, киноцентр «Вертикаль» станет вашим. Что ж, я представляю наших гостей. Пока вы там придумываете какие-то свои вопросы, тем временем рада вас познакомить. Итак, у нас сегодня Сергей Алексеевич Половинкин, заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта городского округа Самара. Здравствуйте. Рядышком расположилась прекрасная Юлия Александровна Борзенко, тренер по месту жительства. Это именно железнодорожный район. Здравствуйте, Юлия. Ну и у нас тоже один есть тренер по месту жительства Кировского района. Это Анатолий Иванович Ковалев. Здравствуйте. Ну, во-первых, наверное, все-таки хочу обратиться с первым вопросом именно к Сергею Алексеевичу. Завтра буквально всех ждет уже мероприятие. Рассказывайте, в какой раз проходит в Самаре это мероприятие. Кому сказать спасибо, что состоится такой спортивный праздник? Ну, это мероприятие всероссийского масштаба вообще. Завтра это мероприятие будет праздноваться в 75 раз. То есть 75-е годовщина Всероссийского Дня физкультурника. Традиционно это мероприятие проводится во вторую субботу августа. Это наш профессиональный праздник. Не только наш профессиональный праздник, но и всех любителей спорта, тех людей, которые занимаются физической культурой. Завтра будет грандиозное мероприятие на второй очереди набережной реки Волга. Мероприятие пройдет от первомайского спуска до бассейна ЦСК ВВС. Приглашаем всех жителей нашего города, независимо от возраста. Все жители нашего города найдут себе какие-то на любой вкус и цвет мероприятия, как дети, так и взрослые, независимо, повторяю еще раз, от возраста, пола и так далее. Будут детские аттракционы, будут шашки, шахматы, теннис. Более 30 площадок будет работать завтра у нас на набережной. Торжественное открытие состоит в 11 часов на Чоколадском спуске. У меня такая информация, что в 10.30, или это сбор, скажем так, и подготовка. Полчаса даем на то, чтобы все жители успели подойти, подъехать. Могут быть какие-то пробки, могут быть еще какие-то проблемы, чтобы добраться на набережную. Поэтому полчаса, так скажем, на раскачку, и в 11 часов дается торжественное открытие нашему спортивному мероприятию. Что ж, замечательно. Я думаю, жители нашего города нас услышали, обязательно сейчас уже запоминают, записывают, когда, во сколько и куда подходить. Ну а мы тем временем в эфире расскажем, что же ожидает нас. Это все-все-все будет. Хочу обратиться к вам, как к тренеру по месту жительства. Скажите, пожалуйста, День физкультурника для вас что в первую очередь? Это праздник? Юль, давайте. Конечно, это большой праздник, не только для нас, это для наших воспитанников, которым мы отдаем часть себя. Мы хотим, чтобы они приняли в этом участие во всем. Мы также будем тоже принимать участие. И, в принципе, это большое-большое мероприятие для нашего города. И мы к этому готовимся, мы этого ждем. И, в принципе, я думаю, всем очень понравится. Анатолий Иванович, для вас День физкультурника? Ну, во-первых, этот праздник, можно сказать, не только для молодых, а для всех праздников. Тем более 75 лет уже прошло, как он проводится, этот праздник. Значит, у нас в Кировском районе уже заранее, и я по месту жительства объявил многим, что будет праздник у нас в Кировском районе. Пожалуйста, пускай приходят в парк Металлургов, где очень хорошее мероприятие. Это будут тоже шахматы, шашки, футбол, различные эстафетки для самых маленьких и для самых пожилых. Так что все пускай приходят на наш праздник. А сколько начинается у вас в районе? У нас праздник начинается также подготовка. Половина одиннадцатого, и в одиннадцать мы всех ждем жителей нашего района к нам на праздник. И не только жителей района. Ну что ж, да, хочется напомнить, что не только на набережной состоятся основные события, но и в каждом районе состоится свое мероприятие, свои какие-то конкурсы, соревнования и так далее. Юль, рассказывайте у вас, что в районе ожидается. Где, когда? У нас также ожидается большое мероприятие на площадке Карла Маркса 13.19. Соберутся все дети окрестных районов, ну, нашего района, окрестных школ. И тоже, также будет настольный теннис, баскетбол, эстафеты, различные конкурсы, призы и подарки. Мы вас всех ждем. Приходите. Ну что ж, замечательно. Хочется обратиться к вам вот с каким вопросом. Тренер по месту жительства, собственно говоря, да. Как давно вы находитесь в такой роли? И, собственно, что делаете? Чем занимаетесь в основном? В чем миссия тренера по месту жительства? Ну, я очень благодарен. И я, наверное, выражу мнение всех, что это спасибо администрации города, что именно организовали такое мероприятие, именно такие секции для жителей, именно кто не так подготовлен. Там есть у нас спортивная секция, значит, люди, которые уже занимаются спортивной. А это для детей, которые еще не занимаются спортом, для того, чтобы их вовлечь. Вот у меня, например, группа младших. Почему? Потому что они еще, им далеко до стадиона добираться, родители не всегда могут там их отправить куда-то и самостоятельно, и даже провести их на стадион, на какой-то. А здесь они рядышком с домом, у нас хорошая площадка, вот тоже построили вот около 99-й школы, рядышком тоже есть спортивные площадки. И вот на этих площадках детишки приобщаются к активным занятиям спортом. Это им очень-очень-очень полезно. Для того, чтобы они в будущем уже перешли в секцию, какие я им даю понятие, например, что такое футбол, начальное обучение, баскетбол, там все виды спорта. Настольный теннис мы играем. И потом они уже приходят практически подготовлены в центральной спортивной секции. То есть они, во-первых, узнают о спорте, понимают, что же им именно конкретно интересно. О спорте много-много узнают о спорте, да. И плюс у нас много людей пожилого возраста, которые тоже приходят, которые договариваемся на спортивную площадочку, и там какие-то то же самое. Или в футбол играют, там более старший возраст. Или просто пожилые тоже чем-то занимаются, хотя бы тот же волейбол, такой упрощенный волейбол. Вот у нас в 15-м районе так вот заведено. Юль, у вас как обстоят дела? Кто в основном контингент ваш? Какой возраст? Я тренирую детей и взрослых. Мы тренируем всех, кто приходит на наши занятия. У нас, кстати, есть фотографии. Я предлагаю, пока вы нам рассказываете, как обстоят у вас дела и как проходят тренировки, а мы как раз посмотрим. Так вот, приходят детки на наши занятия. Мы их берем, обучаем различным видам спорта. У нас нет какой-то определенной направленности. Мы даем основы, основы разных видов спорта. И потом уже дети самостоятельно могут пойти, вот как правильно сказали уже, в определенную секцию. А так как у нас в районе нет никаких таких спортивных объектов, это, я считаю, социально значимо для нашего района, для нашего вот того места, где я тренирую, потому что детям, во-первых, далеко допираться. Во-вторых, не каждый знает, в какой бы вид спорта он хотел бы пойти. Хочется попробовать, а, конечно, в детском-то возрасте, хочется везде попробовать себя. И поэтому мы пытаемся привлечь как можно больше людей, населения, привить саму любовь к спорту. Не просто вот научить чему-то, а вот привить любовь к спорту, чтобы ребенок... Физкультура именно, физическая культура, действительно. Да, да. Чтобы они хотели заниматься спортом, и уже с этой целью, может быть, пошли в секцию какую-то. А скажите, пожалуйста, как попасть-то к вам? Я понимаю, что сейчас, мне кажется, вопрос волнует всех. Наверное, представление того, что как я попаду в секцию, это сложно, там как-то записываться, это надо какие-то там, не знаю, отборы проходить. Вот это правда или нет? Расскажите. Либо как-то гораздо лояльнее отбор-то. И всем рады. Нет, вот тренер по месту жительства, он и на то и тренер по месту жительства, что к нему приходят все желающие. Берем абсолютно всех. От мала до велика. Могут прийти пенсионеры. И занимаемся сейчас с инвалидами. И поэтому приходят все. И наша цель – посмотреть, что хочет группа. И в зависимости от этого мы строим план тренировок. В зависимости от этого мы как бы и работаем. Я предлагаю посмотреть небольшой сюжет как раз еще об одном тренере по месту жительства. Вернемся в студию и продолжим говорить о замечательном празднике, который состоится буквально завтра. Строимся сюда. Пока все друзья бегали за девчонками и грезили о свиданиях, Евгений Архипов все свободное время проводил с малышней на спортивной площадке. Учил играть мальчишек в футбол. Друзья смеялись, но перестали, когда в 13 лет Евгений создал свой футбольный клуб, а в 15 стал лучшим тренером в городе. Потому, когда предложили стать тренером-общественником в Самарском районе, согласился, не раздумывая. Мне ничего собирать не надо было. У меня уже все ребята были. С самого начала, когда я еще не работал тренером, у меня уже здесь все было, и мне даже ничего собирать не надо было. Мне было проще, чем остальным тренером-новичкам. Тренировки проходят на футбольном поле на набережной. Всегда на свежем воздухе и зимой, и летом. Рядом с Волгой, и когда температура достигает больше 30 градусов, тут дует бриз такой, все приятный. Прохладный ветер дует, удобнее для тренировки, благоприятнее. По расписанию тренировки должны проходить 3 раза в неделю. Но по факту бывают чуть ли не каждый день. И если летом можно хоть до темноты мяч по полю гонять, в учебное время тренер следит, чтобы ребята не забрасывали школу. А для мальчишек Евгений Сергеевич большой авторитет. Его уважают и к его мнению прислушиваются. Он хороший, добрый, никогда не кричит. Хорошо все установки дает перед соревнованиями, хорошо готовит нас. Когда у нас были межшкольные соревнования районные по футболу, спорта Киада, я играл за 13 школ за свою. И когда я увидел, как тренер Евгений Сергеевич тренировал, подготавливал свою команду, я подошел и сказал, я хочу с вами заниматься, у меня есть желание. А он говорит, можно. К каждому воспитаннику индивидуальный подход. На месте вратаря, защитника или нападающего в команде – не случайные люди. Дело решает не жребий, а способности каждого ребенка. Стоять на воротах как-то нравится то, что все зависит от тебя. И главное, ты можешь спасти команду в какой-то момент. Полевой игрок-то он так бегает. А вот вратарь может такой момент спасти важный. Такая ответственность не давит? Ну, давит бывает очень часто, очень волнуешься перед соревнованиями. Как справляешься? Ну, справляюсь пока что. Стальные нервы, хорошая физическая подготовка и вера в собственные силы – залог победы. Не зря команда Евгения Архипова занимает самую верхнюю строчку в рейтинге детских футбольных команд по городу. Что ж, действительно, Самара, наверное, это такой спортивный город. Вот тому доказательство. Ну и, конечно же, доказательство тому – это завтрашний праздник, который состоится на набережной нашей замечательной реки. И вот как раз хочу обратиться я с вопросом к Сергею Алексеевичу. Что же все-таки ожидается? Вот я нашла то, что будут у нас и пляжные виды спорта, и, конечно же, сдачи ГТО. Расскажите немножечко подробнее о программе. О программе пляжные виды спорта. Начнем с пляжных видов спорта. Возле Кенапа у нас развернулись уже площадки для пляжных видов спорта. Это пляжный волейбол, это пляжный футбол и это пляжный теннис. Немножко подробнее хочется остановиться на пляжном футболе. Почему? Потому что в этом году мы проводим турнир под эгидой Ассоциации городов по Волжье. Председателем которого является Дмитрий Игоревич Азаров. Он и провел инициативу проведения этого турнира. На сегодняшний день заявились 8 коллективов. Команды из Казани, Чувашии, Мордовии, Нижнего Новгорода, кстати, Самара будет представлена на этом турнире. Все команды начинают заезжать уже сегодня. Завтра в 10 часов будет старт этому турниру дан. Всех опять же приглашаем поучаствовать, поболеть за нашу команду. Команда будет называться Самара. Что очень логично. Это очень логично. Крылья Советов у нас на другом уровне играют, соответственно, пляжные виды. Самара – это логично, и поэтому наша команда уже скомплектована, уже проведен определенный тренировочный этап. Поэтому всех жителей приглашаем поболеть за нашу команду. Что касается сдачи норм ГТО. В этом году мы определили шесть видов. Все эти виды будут у нас располагаться также на второй очереди набережной. Этот проект у нас реализуется под эгидой Всероссийской партии «Единой России». Вот. Завтра мы приглашаем все жителей принять участие. В этом году у нас это будет областной этап. В город Самару съедутся более 300 участников со всей губернии, со всех муниципальных уголков нашей области. Это и поднимание туловища, пресс, чтобы все понимали. Это и бег, это и отжимание, это и подтягивание. Каждый желающий может прийти и попробовать свои силы в это мероприятие и, соответственно, получить значок. Что готов к труду и обороне. И зовет книжку, подтверждающую, что он готов и здоров, и физически. Соответственно, все это мероприятие будет направлено опять на оздоровление. Мы не ставим какой-то цели именно спортивной. Это оздоровление, это массовость, это физическая культура. Что ж, в прошлом году тоже у нас был сдача до ГТО. И вот наш как раз ведущий программы «Мастер спорта» Сергей Кизоркин опробовал все это на себе. Давайте посмотрим этот сюжет, вспомним, как же день физкультурника прошел в прошлом году. Всероссийский день физкультурника в Самаре потряс масштабами. В каждом районе прошли свои праздники. Центральный импровизированный стадион раскинулся на второй очереди набережной. Каждый мог найти себе занятие по душе. От футбола и шахмат до стритбола и гольфа. Однако кульминацией физкультурного марафона стала сдача нормативов «Готов к труду и обороне России». Вот меня, допустим, несколько десятилетий отделяет от того, как я получал значок, когда учился в школе, и вот сейчас. И вот мое поколение очень хорошо это помнит. Это было очень престижно. Перед стартом чемпионата по физкультурному многоборью один из первых выполнил норматив ГТО председатель городской думы Александр Фетисов в некоторых дисциплинах установил личные рекорды. 38, 39, 40 История ГТО началась весной 1931 года. Физкультурный комплекс первыми выполнили известные люди Советского Союза, бегуны и братья Знаменские. С различными изменениями в нормативах соревнования проходили до 1991 года. Спустя 20 с лишним лет в Самаре пытаются возродить советские спортивные традиции. Мне кажется, что это будет престижно. Для человека там гордость какая-нибудь, чтобы нести это с честью. Что-то важное в жизни. Не знаю, я бы на осисть не ходила. Нет, еще пока не сдаваем, но хочу. Мы за ЗОЖ. Здоровый образ жизни. Состязания в беге, спринты, средние дистанции, прыжки в длину, отжимания, подтягивания, упражнения на пресс, метание гранаты, стрельба из пневматической винтовки. Кто успешно прошел испытания, получили зачетную книжку с результатами, удостоверение и значок ГТО – серебряный или золотой. На что способен каждый человек, выяснили. Тем более, мне приятно, что сегодня очень молодежи много. И кроме молодежи, очень много людей, которые более старшего возраста, и которые также активно участвовали, принимали активное участие, и тем более получили золотые и серебряные медали. Девушек и парней по всем спортивным правилам поделили на возрастные категории. Самый молодой участник – 11-летний. Предельный возраст не ограничен. Для каждой группы свои упражнения и нормативы. В какой последовательности проходить физкультурные рубежи, каждый выбирал самостоятельно. Ведущий программы «Мастер спорта» и оператор Иван Карпов решили на себе проверить, реально ли обычному самарцу сдать нормы ГТО. Сто метровка, нет ничего проще. С самого старта нужно выложиться и всю дистанцию пройти на одном дыхании. Тогда вам обеспечен золотой значок ГТО. В возрастной категории до 40 лет, в которой я выступал, нужно было пробежать кросс 1 тысячу метров. Ну что могу сказать? Дистанция легкая, самое главное – концентрация и воля к победе. Силовой этап для мужчин – прыжки в длину. На 2 метра улетел ваш покорный слуга. Девушки проверяли пресс на прочность. 25 раз – золотая норма. Прыжки в длину с места. Здесь самое главное – сильные ноги и техника. Армейские упражнения, подтягивания и отжимания тоже вошли в физкультурное многоборье. Подтягивания – дело обычное. Каждый во дворе наверняка подходил к турнику и делал упражнения. Мне удалось подтянуться 12 раз, и это на золотой норматив. Многие участники состязаний споткнулись на военно-прикладных видах спорта. Метание гранат вообще, то есть, первый раз в жизни выполнял. Собственно, неплохой результат с серебром. То есть, сдав один или два за отчет на серебро, можно все еще претендовать на золотой значок, как вы знаете. И я его выиграл. Самым результативным по участникам и призерам оказался промышленный район Самары. Правда, многие горожане оказались на спортивном празднике, к сожалению, только зрителями. Но только несъемочная группа телеканала «Самара ГИС». На самом деле, стрелковый рубеж – самый сложный из всех этапов ГТО. Здесь нужно иметь не только меткий глаз, но и сильные руки. Потому что лично у меня рука, которая держала винтовку, очень сильно дрожала. И постоянно винтовка у меня гуляла то вправо, то влево. Посмотрим на результат. Из шести нормативов оператор и ведущий программы «Мастер спорта» два сдали на «Отлично», четыре – на «Хорошо». В итоге получили серебряные значки ГТО «Готов к труду и обороне России». Если вы хотите проверить свои силы, то добро пожаровать завтра на набережной реки Волга. И, пожалуйста, сдайте все какие-то нормативы ГТО. Я думаю, узнаете, на что вы способны, сильны ли вы. Что ж, хочу я адресовать свой вопрос к телезрителям. Если ответите правильно, то получите как раз билеты в кино «Киновертикаль». Между прочим, в кинотеатре «Киновертикаль» стартовал конкурс на лучшую модель самолетов, сделанного своими руками. Мастерите свои модели и приносите в кинотеатр. Там все модели примут участие в выставке. А награждение победителей состоится 24 августа в 15.00. Каждый изобретатель получит подарки от кинотеатра и развлекательного центра. А также возможность увидеть премьеру фильма «Самолеты. Огонь и вода». Что ж, хотите отправиться в кинотеатр, ответьте на мой вопрос. На основании какого документа в России отмечается День физкультурника? 202-11-22. Думаю, вопрос вас сильно не затруднит. Но, по крайней мере, интернет вам в помощь. Уж точно там найдете правильный ответ. 202-11-22. Пока вы думаете, пока вы ищите ответ и набираете наш номер телефона, я представляю вам наших следующих гостей. Итак, знакомьте. Это у нас Сергей Константинович Каргин, президент Федерации легкой атлетики. Здравствуйте. Ну и Наталья Борисовна Попова. Угадайте, президент Федерации, какого спорта она является? Конечно же, художественной гимнастики. Здравствуйте. Ну, вопрос, наверное, к вам, к новеньким гостям. Скажите, пожалуйста, День физкультурника состоится завтра. Какова цель, как президент Федерации, как вообще Федерации, да, о легкой атлетике и художественной гимнастике? Что вы сделали для праздника? Какова цель ваших воспитанников? Давайте. Ну, для нас, для Федерации легкой атлетики, для тренеров, День физкультурника – это всегда рабочий день, будем говорить. Потому что любое мероприятие без бега, без кросса или каких-то других легкоатлетических мероприятий просто не обходится. В том числе и ГТО, которое… Там львиная доля видов спорта, которые есть в ГТО – это все легкая атлетика. Это метание, прыжки и бег на средние и на короткие дистанции – это все легкая атлетика. Поэтому вот ГТО начали проводить в прошлом году, я был главным судьей этих соревнований, и сейчас в данный момент я буду главным судьей этих соревнований. Опять вся наша бригада тренеров, легкоатлетов на этом мероприятии будет работать. Соответственно, наши дети, наши ученики, конечно же, будут принимать в этом участие. То есть мы всегда… Это наш праздник прямой получается. То есть праздник, который все-таки рабочий такой, да? Рабочий. Да, для нас рабочий всегда. Без нас День физкультурный не обходится, это точно. Наталья Борисовна, ображительные красивые девушки, что же будут делать на празднике? По сравнению с Федерацией легкой атлетики, для нас, конечно, завтра это праздник. Праздник, профессиональный праздник – это что это такое? Это прежде всего посмотреть отношения к отрасли правительства, правительства Самарской области, профильных министерств, департаментов. Это с одной стороны. И со второй стороны посмотреть отношения народа к отрасли физической культуры. Да, вот мы завтра, наверное, и увидим, сколько к нам на набережную пришло жителей городского округа Самары, Самарской области отпраздновать этот праздник, попробовать свои силы в физическом развитии, в физической подготовленности. То есть это как раз та лакмусовая бумажка, которая может показать, мы к чему идем, как наша нация стремится оздоравливаться и стремится ли она вообще. Это с одной стороны. Со второй стороны правительство и, наверное, руководители всех профильных ведомств будут делать выводы. Если народ много, значит, надо что-то делать для развития этого, этой отрасли еще больше. Как президент Федерации скажу одно, что мы всегда на таких крупных мероприятиях, социально значимых, мы принимаем участие с показательными выступлениями. Девочки выходят в своих нарядных купальниках, независимо от погоды, дождь или это снег. Мы всегда выступаем, причем ни одна гимнастка никогда не отказывается от этих выступлений. Даже если она член сборной команды Российской Федерации, она с большим удовольствием принимает участие в таких массовых выступлениях. И завтра мы, конечно, продемонстрируем свое мастерство, покажем себя народу. Но это своего рода популяризация не только вида спорта, но и здорового образа жизни через средства гимнастики. Слушайте, ну лично я только лишь даже из-за показательных выступлений по художественной гимнастике приду обязательно. Когда, скажете, будете выступать? На открытии? Мы, да, на открытии. На открытии. Что ж, такой вопрос хочу вам задать, как президент Федерации, спортивной федерации. А насколько, можно ли оценить, насколько самарский народ посвящает себя спорту? Насколько спортивная у нас Самара? Вы знаете, вот в последнее время тенденция на развитие спорта в Самаре очень колоссальная. Мы видим, что молодежь хочет заниматься физической культурой. И подтверждение этому и всевозможные проекты. И проект «Беги за мной». Причем они очень хорошо поддерживаются и департаментом города, и Министерством спорта Самарской области. Здесь речь, может быть, даже сейчас надо ставить вопрос о взрослом поколении. Вот у взрослого поколения отношение к физической культуре некоторое такое, менталитет еще не сформирован, или уже не сформирован. Да, это, конечно, наше прошлое. Но они, тем не менее, они с удовольствием хотели бы заниматься, но здесь проблема первая. А. Мы не знаем как. Вторая. Мы. Нам негде. Поэтому вот предыдущие ваши гости ввели речь о занятиях по месту жительства. Это, конечно, выход из ситуации. Но, к большому сожалению, вот за кадром я с ними тоже беседовала, к большому сожалению, молодежь-то идет. Дети. Да, дети идут, а взрослые поколения не идет. Но мне кажется, потому что это какой-то уже психологический барьер. То, что как же так, я уже там, если мне уже за 50, я пойду и начну заниматься спортом вдруг. И здесь надо ставить вопрос чуть-чуть шире, чтобы люди-то пойдут. Люди пойдут, только их надо, это масса народа, которая должна быть организована. То есть, понятно, эти занятия должны быть управляемые. То есть, должен быть инструктор-общественник. Вот сейчас с городом Самар у нас очень хороший контакт выстроен по поводу повышения курсов, повышения квалификации. Именно той категории людей, которые занимаются, ну, так я говорю, это люди, которые занимаются в свое удовольствие вот с нашим населением. Большое им спасибо. Их кадровая обеспеченность. И самое главное, другой еще момент. Где заниматься? Где заниматься? В парках хорошо, на набережной хорошо. Это летний период. Но здесь еще другая составляющая есть. Все организованные занятия с большим скоплением людей, это у нас сложно. Это сложно. Это вот эти несанкционированные, называются сборища спортивные. И надо писать очень много документов, составлять, с просьбой обосновывать. Это нереально. Хорошо это сделать раз в год на День физкультурника, на Кросснации. Но речь-то идет о еженедельных занятиях, хотя бы раз в неделю по субботам, воскресеньям, есть проблемы. Это вопросы к властям. Когда говорится, когда есть проблема, это уже половина, когда ты видишь проблему, это уже половина выхода к решению ее. Поэтому я думаю, все это, конечно же, решится. И уже хорошо, что у нас проводится и йога в парках, и так далее и подобное. Действительно, мне кажется, Самара сейчас набирает какие-то такие спортивные обороты. И спасибо, конечно, все-таки департаменту. Да и вообще людям, которые занимаются этой, просто хотят как-то внести спорт в массы. Поэтому я думаю так. Лично мое мнение, по крайней мере, поделилась с вами им. К празднику, завтрашнему празднику вернемся. Мы не все еще сказали, конечно. У нас программа ограниченнейшая завтра задумана. Но пока приму звонок все-таки. Разрешите. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Ирина. Ирина, очень приятно. Скажите, пожалуйста, как вы, насколько дружны спортом? Ну, не очень дружны. Не очень? А вот на День физкультурника? Я буду спортом. А вот на День физкультурника не хотите ли сдать нормы ГТО? Нет, к сожалению. Ну, вот так вот, пожалуйста. Ну, хотя бы, я думаю, прийти и посмотреть, влюбиться в физкультуру и в спорт обязательно необходимо. Что ж, скажите, пожалуйста, знаете ли вы историю праздника? На основании какого документа в России отмечается День физкультурника? Ну, если я не ошибаюсь, праздник обучается на основании указа ССР от 1 ноября 1988 года. От 1... чего? 1 ноября. От 1 октября. Ну, я думаю, давайте засчитаем, ладно уж. Указ ПВС ССР, верно? Правильно, правильно. Что ж, да, действительно, указ носит название о праздниках и памятных днях от 1 октября 1980 года. Я вас поздравляю, засчитываю вам ответа. Вы отправляете нас в кино, два билетика ваших в киноцентр «Вертикаль». Спасибо вам за звонок и обязательно приходите на День физкультурника, влюбляйтесь в спорт. А чтобы все-таки Ирина к нам пришла, я предлагаю рассказать полностью всю программу. У нас еще с вами будет работать и турнир, да, по стритболу. Вот. Что это? Говорят, что это будет самое интересное, самое массовое, самое зрелищное. Ну, это говорят баскетболисты, да? Наверное, да. Каждый спортсмен свой вид спорта, конечно, любит, боготворит его. Нельзя не сказать, конечно, и об этом турнире. Это всероссийский турнир. Оранжевый мяч, стритбол, уличный баскетбол. Играется три на три. То есть, опять же, это упрощенная система, скажем так, да. Не надо собирать большую команду, не надо каких-то специализированных больших спортивных залов. Все элементарно. Щит. Три человека, желающие играть. Ну, желающие или записавшиеся? Желающие, предварительно подавшие заявку в федерацию в областную баскетбола. То есть, все желающие могут подать такую заявку, зайдя на сайт Федерации баскетбола Самарской области, подать заявку и, соответственно, и включат выступление завтрашнего мероприятия. Хорошо. То есть, оранжевый мяч, у нас состоится еще, это как раз турнир по стритболу. Знаю то, что продемонстрируют какие-то свои таланты и представители легкой авиации, да, и на воде, и в воздухе везде будет праздник. Праздник будет везде, не только на земле, но и на воде, и в воздухе. Как вы правильно сказали, будет и легкая авиация показывает свои шоу, выступления, будет и авиамодельный спорт показывать, на что они способны будет, и автомодельный спорт показывать. Впервые в этом году будет произведен, так скажем, шоу заплыв на матрасах. То есть, все желающие имеют возможность поучаствовать, прийти с матрасом и поучаствовать в этом прекрасном мероприятии. То есть, спорт это не только оздоравливает, но еще и весело, согласитесь? Поэтому это вот, к девушке, которая звонила, если вы не любите спорт, ну, я думаю, купаться любят все. Приносите матрас и плывите. Формат общения тоже имеет место быть. Вот спорт, да. Хорошо. Ну и, скажем так, под заключение, да, праздника «Лето с футбольным мячом» проект, который нашумел уже у нас в городе, который есть какие-то заслуги, есть какие-то уже, не знаю, интересные достижения у этого проекта. Рассказывайте, что же будет? «Лето с футбольным мячом» колоссальный проект, очень позитивный, очень массовый. В чем он заключается? Заключается он именно в том, чтобы, так скажем, привлечь к футболу, к занятиям футболом, ту неорганизованную часть наших детей, которые не занимаются в секциях, которые какую-то часть времени представлены сами себе. Поэтому здесь, в том числе и наши тренера по месту жительства, приводят своих детей, проводят сначала отборочный этап во дворах, это проводится по всей области. Завтра и сегодня, сегодня Донстарт уже, у нас будет финальная часть нашего городского этапа. У нас принимают участие 22 команды со всех районов нашего города, 18 команд мальчиков и 4 команды девочек. Сегодня на второй очереди набережной был Донстарт в 9 часов утра, так скажем, отборочным играм, групповому этапу, и завтра состоится финальная часть этого турнира. Ну что ж, действительно программа такая насыщенная. Вот еще хочу в заключение сказать, что и, конечно же, дети не останутся без внимания, будет и детская площадка, и спортивная программа «Испытай себя», и «Велозаезд». Поэтому для каждого возраста найдется какие-то свои интересные такие вещи и развлечения, пусть будет даже и так. Ну, коль у нас сегодня присутствует Наталья Борисовна и Сергей Константинович, не могу спросить у вас, собственно говоря, на такой вопрос. Как это дела в федерации? Расскажите, пожалуйста, Сергей Константинович. Ну тоже же много под ваши гиды проводятся мероприятий. Ну, дела стали лучше. Прямо скажу, лучше. Лучше в каком плане? Я не беру сейчас спорт высших достижений у нас, потому что работают и спортивные школы, и организации при вузах. Я хочу просто сейчас обратить внимание на развитие массового спорта, именно возможность людей приучиться к бегу. Конечно, у нас существует такая проблема. В городе у нас, в общем-то, негде бегать. Если у нас в Тольятти такая беговая мекка, можно сказать, то в городе, у нас даже в легкой атлетике развиваются, в общем-то, спринтерский бег, прыжковые виды, метания. А средний бега и длинный бег, он практически у нас сейчас, его нет. Потому что парков, в принципе, нет, дорожек нет, где можно бегать. 15-й микрорайон, ну, запущенная территория, хотя любители бега находят там трассы бега, чайка там далеко. На самом деле, очень большая проблема. А для того, чтобы людей к культуре бега приучить, ну, вот мы начали с проведения каких-то мероприятий. Ну, мы обычно проводим там эстафетный бег. А вот в этом году, вернее, в прошлом году мы начали фестиваль городской. В прошлом году провели на площади Куйбышева, Королева Спорт называется. Мы проводили это мероприятие только по эстафетному бегу. Но в этом году у нас сменился формат, и мы провели дистанцию, такая у нас замечательная получилась, она называется сейчас «Самарская миля». 1586 метров. Это ровно два круга по площади Куйбышева. В этом году, я считаю, очень замечательно прошло это мероприятие. Мы посмотрели все отрицательные, положительные моменты, место расположения сцены, звука, посмотрели. У нас в этот раз было порядка 500 участников, и все были довольны, поскольку там у нас было для легкой атлетики практически все. У нас был бег на милю, и были эстафеты для семейных команд, для детей. Как-то все равно пытаетесь поднять, возвысить. Да. И культура, восприятие самого бега все-таки может начать именно с этого. На следующий год, я надеюсь, что мы соберем людей уже не 500 человек, а 1000 человек. То есть потихоньку-потихоньку мы будем все-таки людей вовлекать в эти мероприятия. Ну, будем, значит, проводить кроссовый бег, будем как-то своими силами, наверное, готовить эти кроссовые дистанции. Ну, действительно, необходимость для жителей города вот в этих беговых мероприятиях, она нужна. Просто людей, желающих бегать, очень много. У нас не так много времени до конца эфира. Прям буквально ваш призыв на 10 секундочек, чтобы завтра все пришли, проверили свои силы, побыли на этом празднике. Кто возьмется? Сергей Алексеевич, я думаю, да, на вершину было. Прям можно в камеру. Приходите, приходите на набережную. Приходите не только завтра, приходите и послезавтра. Занимайтесь спортом. Если не спортом, то физической культурой. Для этого в Самаре сейчас создаются условия. Наша набережная, самая прекрасная набережная, тому подтверждение, там масса народа, которая ежедневно катается на роликах. Спасибо большое. До завтра встречаемся все с вами на набережной. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин